Возведение в соответствии с статьей 49 о штатах депутатов. Но украсть или что? Украсть сейчас сделается. Уважаемые коллеги, в рамках регламента Саратовской областной думы решение мандатной комиссии выносится на голосование. Кто за то, чтобы решить депутата недавнего слова докторса думы. Уважаемые коллеги, в рамках регламента Саратовской областной думы. А вот и там те, которые хотят, чтобы это было выгодно. Это что такое выставка? Я могу это просто поставить. Давайте не делай такое, что это такое. Что вы думаете, что вы думаете? Итак, уважаемые коллеги, поступило предложение, которое председатель стоит в должности. Я вернусь позже, после голосования. Спасибо, спасибо. В соответствии с частью 1 статьи 53 регламента председатель вправе без предупреждения решать слово «затырь» и «смест». Правильно? Это ваше решение. Хорошо, тогда я принимаю решение и решаю слово до конца сегодняшнего заседания Амидалова Александровича. Не получится. Получится. Так, пожалуйста, Александр Иванович, что у вас? Спасибо, спасибо. На мандатной комиссии, я сказал, мы рассмотрели по вашему предложению поведения депутата Бондаренко. Депутат Бондаренко нарушил статью 116.1 пункт 2, где записано, депутат областной думы уважает достоинств других депутатов областной думы, а также должностных лиц и граждан. Он воздерживается от действия заявлений, поскольку способность компрометировать областную думу и его самовое, представляя их и избирателей. Всем очевидно, что он нарушил. Депутат областной думы несет ответственность за нарушение правил депутатской этики. Голосованием 3 за 1 воздержался, 1 против принято решение предложить Думе лишить депутата областной думы Бондаренко нарушил правила депутатской этики права выступать на последующем заседании областной думы. А что касается сегодняшнего, он уже получил замечание в виде заседания мандатной комиссии. И если он сейчас будет делать выкрики, его также, как и не дало, решить слово на сегодняшнем заседании. Поэтому прошу принять решение по поводу решения его слова на последующем заседании. Уважаемые депутаты. Уважаемые коллеги, разрешите мне постать наголосовать, а потом же поведение. Я уже слышал вас. Так и функции выполняем как раз. Что? Что выполнять? Сначала поведение дается поведение. А не на вам слово лицо? Нет, нет, дается поведение. А потом уже... Подождите, минуточку, а что они... У вас уже не сильно слово. Да вы что? Вот так, да. Хорошо, продолжайте вывышать, пожалуйста, поведение, да. Упишите, не работайте. У меня к своему поступать не готов. Благодарю. Спасибо большое. Александр Сергеевич, значит, то, что господин Бушуев позвучил, то, что происходило на заседании мандатной комиссии, конечно же, это было не так. Нам не было предоставлено абсолютно никакая документация, в том числе не было предоставлено ваши письменные заявления, которые необходимы и являются обязательными, для того, чтобы этот вопрос рассматривался, о чем нам постоянные генерации здесь озвучивают. Во-вторых, мы представляем интересы десятков тысяч избирателей. Вы не можете лишить нас слова. Это издевательство и привод в лицо людям. Когда я планирую и хочу выступить и выскочить свою позицию, мне не своих избирателей по важному вопросу в рамках благослового дома, а вы мне не даете, выключаете микрофоны, вы не оставляете других, значит, возможностей. То, что вы делаете в отношении практики ПРМ, это провокация. И я еще раз говорю, если она будет продолжена, мы будем, значит, вынуждены отставить свои интересы любыми другими методами, которые у нас присутствуют. Во-вторых, насколько вы меня поправьте, должно быть в начале замечание в мой адрес. Такого замечания официального не было. Покомментируйте, пожалуйста. Все замечания и предложения были высказаны. Я поставил вопрос о решении мандатной комиссии на голосование, и по этому вопросу просил бы высказаться депутатам. Кто за то, чтобы поддержать решение мандатной комиссии, прошу голосовать. Решение принято. Уважаемые коллеги, продолжаем работу. Предлагается принять за основу проект пославления и подготовленным комитетом с рекомендацией отклонить проект закона, то за решение комитета прошу голосовать. Молодой, наберите эти негативы на принятие решения отклонения. Решение принято. Вы вводите в заблуждение. Я вас принято. Я прошу еще раз успокоиться. Принято. Вы не даете возможность выступить в пракции, как руководитель в пракции? У вас будет возможность выступить сегодня в рамках регламента. Уважаемые коллеги, письменных по правилам не поступил. Я услышал поведение. Я услышал поведение. Поэтому мы вам еще раз наглядем. Мы требуем изменить голосование и дать возможность нашим пракциям выступить. Вы меня ими на руководитель в пракции решать, пожалуйста. Все, уважаемые коллеги. Вы не дали возможность выступить. У меня всего возбуждение. У вас возбуждение. У меня, который не является на выставке, не отбросить в пракции решения в России и в другом помещении. Уважаемые коллеги, вы не надо делать то, что мы сейчас еще объявляем к режиму. Зачем? Давайте продолжать работу. Все хорошо принят. И я попросил продолжить работу, коллеги, успокойтесь. Айзам Владимирович. Вы вызвали проблему из партии, теперь не знаете, как ее решить. Я успокоен. Уважаемые коллеги, я просил успокоиться и просил вас проголосовать за принятие постановления. В целом. Хорошо голосовать. Хорошо голосовать. Вы как? Вы не можете нести новое, закон, проект, закон, проект. Закон, проект, отполняйтесь. Вы не выполнили процедуру, поэтому вы не заложите. Процедура выполнена полностью. Уважаемые коллеги, продолжаем работу. По вопросу повестки не о приеме объектов муниципальной собственности и по муниципальному образованию. Уважаемые коллеги, процеданты, я вам еще раз говорю, вы не обращаете, как вы знаете, несколько сот тысяч населения области возможности высказать через посредство своих депутатов. Вот мы настаиваем. У нас есть право именно на уступки и на сомнете себя. После чего даже на тысячу не помогли. И дальше сколько будет депутатов по-другому разу. По вашему зубе, чтобы иметь право выступить. Поэтому дайте работать. Не работать. Работать. Мы призываем дать возможность нам работать. Выступать, высказать в своих книге своих избирателей. И потом, если в акцию, в вашем образовании. Это нормальная вообще-то практика. И вот, вы нам говорите, что... Пожалуйста, руководите... Да не надо, не надо проблем. Тот проблем, который вынесется из пальца, который здесь вынадоется в личной сцене. И вы принимаете решение для того, чтобы зарвать заседание дома. Вы выступаете без принятого права. Вы наряжаете все регламенты сегодняшнего заседания. Успокойтесь. 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 Так, слово представляется Антону Алексеевичу. Пожалуйста. Александр Сергеевич. Антон. Алина Кривовна. Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты, я хочу сказать, что на самом деле в регламент никакой не был нарушен со стороны Александра Сергеевича, а вот со стороны фракции КПРФ он полностью нарушен. Поэтому вы, когда ссылаетесь на 10 тысяч избирателей своих, я считаю, нет, уже сотни, да, но через 5 минут будет гражданин. Так вот, я хочу сказать, им должно быть стыдно за то, что вы представляете здесь их на этой областной думе. Поэтому я прошу вас, Александра Сергеевича, призываю вести в дальше заседание областной думы, а не слушать вот этот бред, который мы здесь слушаем. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу, продолжаем заседание областной думы. По вопросу поездки дня о приеме объекта муниципальной собственности Ксеринского муниципального образования Ксеринского муниципального района Саратовского области в государственную собственность. Слово представляется министром области и